Всем привет! Это Дарция Тарковска. И в этом видео мы продолжаем разбирать запчасти моей лекции Музыкальный менеджер 360. Если вы не видели первую часть, я рассказываю о ключевых онлайн-курсах, которые стоит пройти, чтобы прокачать свои навыки. Ссылка в описании, подсказка сбоку. Ну а сейчас мы перейдем ко второй части. И я предупреждаю сразу, она будет намного проще, легче и приятнее. И вот почему. Мы поговорим с вами о фильмах. И да, мне кажется, что это тоже на самом деле офигенный источник информации, вдохновения, ну и такой, знаете, общей эрудиции. Плюс ко всему, ну давайте скажем прямо, это офигенно приятно. Ты вроде как в пятницу вечером сидишь, отдыхаешь, смотришь киношку, и в это же самое время ты получаешь какую-то очень классную, полезную информацию. Дисклеймер. В этом видео я не буду рассказывать вам о пяти фильмах, которые вы должны посмотреть и стать супер прокаченным профессионалом, и больше ничего смотреть не нужно. Я бы хотела выстроить между нами диалог в другом ключе. И скорее поделиться с вами несколькими фильмами, как примерами, для того, чтобы зажечь у вас вот это желание посмотреть что-то эдакое и продолжать искать интересные фильмы самостоятельно. Давайте так и поступим. Начать, наверное, стоит с формата боёпиков. Это, по сути, художественный фильм, который рассказывает о жизни того или иного персонажа, героя, который реально существовал, или в целом рассказывает о ряде событий, которые на самом деле имели место быть. Нужно сказать, что раньше я очень агрессивно относилась к этому формату, пока не вспомнила один конкретный кейс. Когда мне было очень немного, скажем прямо, лет, я посмотрела фильм Антона Карбайна «Контроль», и он просто перевернул моё сознание, потому что он рассказывал о группе Joy Division. И да, ну вроде как, это очень попсовый способ познакомиться с группой, но с тех пор я переслушала всю их дискографию, я посмотрела кучу документальных материалов, я влюбилась в эту группу. А когда-то вот таким толчком для меня был художественный фильм. И я думаю, на самом деле, что с этой точки зрения примерно такой же эффект имел фильм «Богемская рапсодия». И чем больше людей знает о том, что Квин прекрасный и божественный, тем лучше, я считаю. Поэтому, боёбики, не списывайте со счетов. Второй формат — это, разумеется, документальные фильмы. И здесь в качестве примера могу рассказать о фильме «Downloaded», который в целом делится деталями того, как произошла цифровая революция, как появилось музыкальное пиратство, как «Расцвёл и погиб Непстер» и так далее. Поэтому, если вы из тех людей, которые кричат налево и направо, «Музыка бесценена! В интернете всё бесплатно!» Прекрасный способ узнать, какие ложки привели нас к этой ситуации с помощью этого фильма. Ещё из примера есть довольно забавная документалка, которая, по-моему, даже есть в открытом доступе на YouTube. Она называется «Everything is a remix». По сути, это небольшое исследование, автор которого утверждает, что, ребята, на сегодняшний день невозможно придумать что-либо новое, потому что всё уже придумано до нас. И когда тебе кажется, что ты супергениально сочинил что-то принципиально другое, скорее всего, ты просто взял за основу то, что было, добавил что-то другое, где ты уже это подсмотрел, немножко присыпал тем, где что-то услышал, перемешал, перемешал, и вот получилось. Поэтому, по сути, любой контент, будь то музыка, кино, литература, что угодно, на сегодняшний день является ремиксом, ремикса от ремикса. Нужно сказать, что это довольно грустное утверждение, но посмотреть довольно любопытно. Ещё один фильм, который на сегодняшний день является одним из моих самых любимых, если мы говорим о документалках, это 20,000 дней на Земле, фильм, посвящённый, снятый, собственно, про один день из жизни Ника Киева, который не Киев и не Бед Сидз. Нужно сказать, что про этот фильм мне рассказал мой друг, и он добавил практически моментально, что он видел эту документалку пять раз. Когда я это впервые услышала, мне было сложно сдержать улыбку, потому что, камон, что такого может быть в фильме, чтобы ты хотел его посмотреть пять раз. Но! После того, как я посмотрела его впервые, я уже знала, что мне его предстоит пересматривать и неоднократно. Потому что, правда, даже если вы не любите Ника Киева, это феноменальный пример того, как артисту есть что сказать, есть чем поделиться со своим слушателем. Это потрясающий кейс такого очень нелинейного сторителлинга, который прослеживается как в жизни артиста, как в его взглядах, так и в его музыке. И это достойнейший кейс, который, ну, прям, очень и очень нужно изучить. Поэтому рекомендую на все сто процентов. Наконец, наверное, самый такой медийный и распиаренный фильм, о котором я могла бы здесь упомянуть, это «Артефакт». Возможно, вы видели его фрагменты у меня на канале. И концепция его, на самом деле, очень проста. Несколько лет назад группа 30 Seconds to Mars поссорилась со своим лейблом, начались судебные разбирательства, и на фоне этого группа решила самостоятельно записать альбом с красноречивым названием «This is a war», ну, это война. Помимо того, что фильм рассказывает о конфликте артиста и лейбла, фильм также в целом рассказывает о том, как развиваются и меняются отношения этих двух сторон с течением времени. Там есть достаточно много комментариев от других музыкантов, представителей музыкальной индустрии и так далее. Поэтому, если вам всегда хотелось разобраться, является ли лейбл абсолютным добром или злом, рекомендую к просмотру. Ну и еще раз повторюсь, есть огромное количество других классных, как художественных, так и документальных фильмов о музыке. Я дам несколько ссылок на подборки, подборки даже не сами фильмы, подборки фильмов в описании к этому видео. А мы с Рэмом, я напоминаю, что внизу на первом этаже живет гигантская овчарка, и мы сегодня оказались вместе заперты на карантине. Так вот, мы с Рэмом продолжаем вам рассказывать лекцию музыкант, музыкальный менеджер 360. Хорошо, с фильмами разобрались. Что еще? Следующий пункт был ожидаем. Это книги. Разумеется, книги являются колоссальным источником информации и каких-то полезных фишек и приемов, которые вы можете использовать для работы в музыкальной индустрии. И аналогично с фильмами. Я не рассказываю топ-5 абсолютных маст-ридов. Я привожу несколько примеров. Если вы захотите почитать эти книги, супер. Если вы знаете другие, обязательно поделитесь ими в комментариях. Давайте обмениваться, потому что чем больше мы читаем, чем больше мы знаем нового, тем лучше для нас все. Первая книжка, которая мне пришла в голову, это, разумеется, «Хитмейкеры». Дерека Томпсона. Она есть на нескольких языках. И здесь на самом деле максимально доходчиво рассказывают о самом феномене хита. Почему что-то становится супер популярным, а другие, например, песни обречены на провал? Что нужно сделать, чтобы контент получил статус вирусности? Как привлечь внимание зрителей, слушателей? Как удержать это внимание и так далее? Все это максимально детально разбирается в «Хитмейкера». Следующая книга — это «Все билеты проданы». Если вы работаете в маркетинге, имя Филиппа Котлера для вас должно быть однозначно очень и очень знакомым, потому что это, по сути, отец маркетинга. И тем интереснее знать, что в своё время он написал книгу, посвящённую, как тут написано, «Стратегия маркетинга исполнительских искусств». И если можно какую-то книгу назвать учебником музыкальной индустрии, ивент-индустрии, вот, пожалуйста, вот это как раз учебник. Здесь рассказывают об ОВГДЕшку, о том, как организовать концепт, как его сделать круто, как продать билеты, как всё продвигать и так далее. Со свойственными определениями, технологиями, терминами и так далее. Поэтому довольно занятная история на самом деле. Если двигаться по категориям книг, то следующее, пожалуй, относилось бы к музыкальной истории. Как музыка стала свободной? Разумеется, это прекрасный пример того, как интересно и увлекательно описать, по сути, историю, свидетелями которой многие из нас с вами были. Как тайком выносились записи с заводов? Как появились первые музыкальные пираты? Почему они появились? Как начиналась борьба с пиратством? Какую, в принципе, реакцию вызвало музыкальное пиратство среди профессионалов индустрии? Это и многое-многое другое рассказывает, как музыка стала свободной. Поэтому, опять же, кстати, тут есть пересечение, вот фильм и книга. You're free to choose whatever you want to. Никогда не знаешь. Следующая категория, опять же, это музыкальные биографии. У меня когда-то был интересный кейс. Я рассказывала, я вела курс по музыкальному маркетингу и стратегиям работы с аудиторией. И в какой-то момент парень поднял руку и сказал, Дарте, а ты уверена, что всё это нужно? Вот маркетинг, брендинг, позиционирование. Ну, объективно. Но это же не для всех музыкантов нужно. Допустим, взять тех же Битлз. Они просто пели свои песни, они были такими, какими были. И они стали суперпопулярными. Мне нужен был маркетинг. И вот в момент, когда человек мне такое сказал, я была уверена в том, что вот что-что, а с биографией Битлз он не знаком. Потому что если бы он прочитал хотя бы одну биографию, хотя бы один документальный фильм посмотрел, он знал бы, что Битлз, наверное, как ни одна другая группа, тщательно прорабатывали своё позиционирование, визуальную составляющую, концепцию. Они выпускали концептуальные альбомы, у них вся их история разделялась на чёткие эпохи и этапы. Там проделывалась колоссальная работа. Поэтому, чтобы не попадать в такой просаг, я очень рекомендую выбрать для себя хотя бы нескольких артистов, которыми вы восхищаетесь, и найти либо их биографии, либо какие-либо документальные материалы. И просто их изучить, потому что такие вещи нужно знать. Это очень здорово повышает эрудицию, прокачивает ваши компетенции и позволяет не сесть в лужу. Давайте скажем прямо. Ещё одна книга, которой хотелось поделиться, это «Ракономикс» Алана Крюгера. Мне её дали почитать, и я была очень впечатлена тем, что книга может до такой степени отражать текущую музыкальную индустрию. Знаете, мы очень сильно привыкли к тому, что всё меняется с критично быстрой скоростью. И ты в какой-то момент начинаешь читать эти книги, и такой, да, ну это было 10 лет назад, но сейчас это так не работает. Всё это устраивает. Ой, ребята, ну кому вы это говорите? И так далее. Но в случае с «Ракономикс» это, знаете, просто происходящее на острие атаки. Патреон. Работа с целевой аудиторией. Проблемы реселлинга билетов. Тенденции развития рынка. Диверсификация дохода музыкантов и музыкальных проектов. Специфика современной работы с лейблом. Насколько актуален контракт 360? Как артисты меняют ландшафт музыкальной индустрии? Например, там отражены самые актуальные кейсы от работы Тейлор Свифт со стриминговыми площадками и с лейблами до кейсов Аманды Палмер и многое-многое другое. В общем, всё то, чем сейчас живёт и дышит музыкальная индустрия, идеально отражено в Ракономикс. И я не исключаю, что пройдёт несколько лет, и вся информация там устареет, и мы опять будем говорить, ууу, ну как бы это дела на мгновшие дни. Но здесь и сейчас, по состоянию на 2020 год, это абсолютный мастрит, потому что более полной и ёмкой картинки вы, пожалуй, не получите нигде. Вот так просто. Окей, повторюсь, есть огромное количество других потрясающих книг о музыкальной индустрии и о музыкантах. Я нашла несколько интересных подборок и оставлю их в описании под этим видео. Если вы знаете, а я знаю, что вы знаете, интересные фильмы или книги о музыкальной индустрии, точно так же напишите их в комментариях. Давайте делиться, обмениваться полезной информацией и вместе становиться круче. Вот таким неформально вдохновляющим получился второй фрагмент лекции «Музыкальный менеджер 360». Увидимся в третьей части. Поверьте, нам есть ещё что обсудить.